Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева. Я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов Корея Лифт. И в данном видео мы поговорим с вами на тему, как оценить свою стоимость на рынке труда. Итак, друзья, оценить свою стоимость бывает действительно не так просто, потому что если мы работаем внутри компании, мы плюс-минус понимаем, сколько платят нам, возможно, у нас есть коллеги, зарплата которых мы знаем, может быть, мы там где-то краем уха слышали, что происходит в компании конкурент, но в целом мы действительно чаще всего не особо представляем, что же действительно происходит на рынке по отношению к нам как к специалисту. Поэтому есть несколько подходов, как мы это можем сделать. Данный подход я сейчас буду описать больше для специалистов офисных, то есть в корпоративной среде, потому что то, о чем я буду говорить, там, соответственно, есть исследования на эту тему, но если вы фрилансер, то, соответственно, по сути своей можете частично взять инструментарий и для себя. Итак, с чего же мы начинаем? Ну, первое самое такое простое, что мы знаем, по каждой сфере, по каждой индустрии есть исследования зарплаты. Эти исследования зарплаты есть открытые и есть закрытые. У кого есть закрытые, чаще всего у кадровых агентств. Иногда публикуется информация, например, я у себя в профиле Instagram, когда мне попадают такие закрытые исследования раз в год, я всегда делаю посты, говорю, ребята, пишите ваши сферы деятельности, должность, я вам конкретно в комментариях отвечу. И такие комментарии всегда набирают несколько сот под постом, потому что люди хотят получить закрытую информацию. Я не могу выслать эту информацию всем, но, соответственно, могу поделиться конкретно по вашей позиции. Но здесь такая история, что, например, я последнее исследование, которое публиковала, оно было не отраслевое, а было достаточно широкое. Соответственно, получая такие широкие знания, мы понимаем, что у нас вилка достаточно широкая. Если вы хотите, то здесь вилку вы поймете, там вилка может быть такая от 100 до 250. И вот, как говорится, как хотите. При том, что это все средние значения, это не экстремальные значения, минимальные и максимальные зарплаты на рынке, это все средние значения. Такие исследования, которые находятся внутри индустрии, вообще практически никогда не публикуются в открытом доступе. Но бывают у HR, потому что всегда идет обмен информацией по индустрии, что же происходит у вас, чтобы как раз-то не было со стороны людей, которые приходят из этих компаний, которые начинают говорить, что они получают в два раза выше зарплаты. А мы сидим и понимаем, что в индустрии быть такого не может, это что-то очень странное. Поэтому компании чаще всего участвуют в таких исследованиях и имеют такие закрытые данные. Как вы можете их получить, если у вас есть знакомый HR? Если, соответственно, нет, переходим к другому пункту. Где мы можем искать эти зарплаты? На каких сайдах? В первую очередь, это, конечно, HeadFunter, если вы находитесь в России, соответственно, там поискать, что есть с зарплатами, в том числе мы смотрим архивные. Мы можем сходить на сайт LinkedIn, посмотреть там и, соответственно, еще посмотреть такой ресурс, как Glassdoor. Сайт Glassdoor, он больше публикует как раз по миру всю информацию, в России там не очень затрагивается, но, тем не менее, вы можете сходить и посмотреть, и оценить себя на рынке труда. Как раз мы смотрим по архиву, да, это очень важно. То есть мы не смотрим, что есть конкретно сейчас, потому что, действительно, может быть, сейчас таких вакансий не так много, но, может быть, месяц назад они еще были открыты. Вам нужно найти, ну, приблизительно там 15-20 вакансий, чтобы понять, самостоятельно сделать такой мини-исследователь. То есть если вы нашли 2-3 вакансий, увидели зарплату, то, как бы, остановиться на этом не стоит. Нужно пойти посмотреть еще шире. Ну, хотя бы 10, да, если прям видите, что совсем-совсем нет в вашей индустрии зарплат, не публикуется, найдите 10 штук и посмотрите. Тут очень важно после этого провести такой анализ как раз усреднения зарплаты, чтобы не получалось так, что вы видите, ой, здесь экстремально высокая зарплата, а здесь какая-то супернизкая, что мне делать, да? То есть берем все это, выделяем и смотрим, что же все находится, в большинстве случаев находится в середине. Именно на такую зарплату вы можете, соответственно, претендовать. И, конечно же, важно, когда вы видите такие вакансии, не просто читать название должности и зарплаты, мы смотрим конкретно по функционалу внутри, потому что, безусловно, от функционала, от требований, от задач может очень много что зависеть, от компетенции необходимых. Знание английского языка очень часто влияет на уровень зарплаты сразу же, то есть вырастает уровень зарплаты, когда требуется английский язык. То есть смотреть внутрь, не только на название позиции и на зарплату. Смотрим название позиции, зарплату и полностью весь функционал, который описывает внутри позиции. И третий ход, который мы можем сделать для того, чтобы все-таки узнать, что же реально происходит на рынке труда, это сходить на собеседование. Ну, сходить на собеседование не в компанию, а в кадровые агентства, которые специализируются на таких специалистах, как вы, друзья, потому что у них-то есть вся информация. Достаточно часто специалисты, находящиеся в кадровых агентствах, они лояльно настроены к сотруднику, к кандидату, который к ним приходит, и спокойно могут сказать, вилки он по рынку или нет, что вообще происходит сейчас на рынке труда в его индустрии. Поэтому я вам рекомендую всегда ходить на собеседование, вообще рекомендую ходить на собеседование, если вас зовут, не с позиции того, что вы резко собираетесь менять работу, а с позиции того, чтобы расчупить, что происходит на рынке труда, насколько ваши компетенции востребованы, насколько вы вообще понимаете, ситуацию, насколько вы в зарплате, в проектах и так далее. У меня был пост в Инстаграме, я оставлю здесь ссылочку на него под этим видео, в котором я рекомендовала кадровые агентства, такие достаточно хорошие, куда вы можете обратиться и посмотреть, у них интересные вакансии, к ним прийти, если таковые будут. На этом все, друзья, что я вам хотела рассказать про этот блог. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши вопросы, комментарии, буду всегда рада. А так, приходите в мой Инстаграм, на мои прямые эфиры, либо на бесплатный курс в Телеграм, который называется «Стратегия профессионала», либо вступайте в клуб профессионалов Корея Лифт. На этом все, до встречи в новых видео, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!